Всем привет! Начинаем новое видео с посадками на огороде, с того, что замачиваю я кукурузу и горошек. У нас три вида будут горошка, один полностью на посадку мы съедаем, а два вида, Боречка сладкий какой-то особенно горошек купил, прям его очень сильно рекомендовали, горох сахарный рафинад, вот такие, и горох сахарный медовый стручок, говорят, очень эти сладкие сорта, поэтому их я замочу прям отдельно, помечу и с них будем собирать. Вообще у нас задумка есть с этого года со многих вещей собирать свои семена, то есть морковку оставить, которая хорошая будет, мы по сортам ее поделили, оставить, на следующий год посадить на семена капусту, в этом году у нас там осталось по грибе капуста еще, вот, одну из них мы в этом году посадим на семена, она пустит стрелку, будет у нас семена с капустой, капуста очень хорошо лежит, там мы покупали какую-то женщину, я даже не знаю, сорт, честно, но нам она нравится, правильно? Да, очень хорошая, очень хорошая, но мы ее посадим, если что, так все, эти семена посадила, это просто в том месте, и еще нужны мне тарелочки для кукурузы, кукурузы много будем сажать. Садим проросшенный горох, горошек, иди покажите, поближе, так вот делаем ямочку, и туда бросаем уже проросший росточек, и оставляем, где он дальше, а потом все это засыпется, компостом сверху, чуть-чуть, и все, привет, привет, а потом, когда это все взойдет, горошек, вот так, мы вот эту соломку придвинем, и будет закрыто от сорняка, и горох будет стелиться поверху соломы, он будет чистым, и не будет грязным, когда дождь будет идти, земля не будет, ну, как бы, земля не будет, то есть дождь не будет попадать на землю, не будет отбиваться, и не будет пачкать горох, он будет чистым на соломке, и без сорняка. Мы уже вдвоем с Анютой тут занимаемся, она мне помогает, сорняк прорывает, соломкой выкладывает ряды, а я тут сажусь. Вынесли мы нашу рассаду для закалки, вот эта неделька они у нас будут закаляться, думали сначала там поставить, а там трава на траве, короче, дети могут ее поломать, поэтому сюда перенесли. Здесь и солнышко, и одновременно полутень, потому что строение как бы немножко заграждает, чтобы не пеклись на солнце. В общем, недельку повыносим, вот так на день, на ночь будем заносить, как раз в это время посадим весь остальной огород, ну, все, что нам там критично горит, и потом помидорчики, да, высадим. И сюда же давай выноси тогда, наверное, эти комнатные, комнатные, да, и огурчики нужно вынести, а огурчики мы будем выносить на это, уже прям сразу в теплицу поставим. Там, где мы посадили огурцы, да, или к помидорам пока их поставим? Нет, давай сразу вот туда, в первую теплицу поставим. Дело в том, что там пленкой закрыто, нормально? Нет, первую. В смысле первую? Первую, там где эти? Там, поставь на месте, а то ты дергаешься туда-сюда, я в камеры тоже вожу, дергаю. У нас же там, где огурцы мы посадили, они закрыты пленкой, а это высоко, палки эти высокие, значит, туда нельзя, значит, можно их поставить туда, где у нас огурцы, ой, помидоры будут, помидоры сейчас прям вынести. А потом, когда помидорчики посадим, просто они будут там же, среди помидоров пока. А там же нет у нас закрывашки? На двух нету? На двух. Ты же должен починить. Ну, я должен. Я много чего кому-то должен. Ну, пока, наверное, сюда их выставляй. А потом, когда починим, когда их переставим куда-то. Их в любом случае можно уже на улице вынести, чтобы они тоже их закалить пару дней. И уже, чтобы они на улице прямо росли. Потому что, ну, а можно, чтобы здесь росли? Какая разница? Нет, лучше здесь. Лучше здесь, да, чтобы они защищенные были. Днем на свет. Вот это тогда снимать надо. Это снимать. Дело в том, что днем туда-сюда носить тоже не хочется. Хочется уже их вынести на улице. И чтобы они на какой-то, вон, среди лука на грядку поставить, пускай растут. А если что, быстренько убрать, если град какой-то или еще что. Я так считаю. Чтобы далеко их не уносить. На ночь пока их заносите, пока приморозки не исчезнут. Чтобы уже убедиться уже их. Он на тележку сверху поставил и повез, куда тебе надо. Там поставил, там поставил. Ну, давай, выноси. Вот скажи, тебе в других местах не лежится? Я только посадила снова здесь это. Посадила лук. Не лежится тебе в других местах, не? Вот видите, что они вытворяют. Ложатся прямо на ряд. И все мне забивают. Снова лук пересадила. Посмотрим, зайдет или нет. Дождишь их. А вдруг на этот раз зайдет лук. Вроде сейчас они не засыпали. Вот видите, редкий. Ну, посмотрим. Есть надежда, что зайдет. Таня вышла на борьбу. Ну, что, ты вчера повоевал? Теперь я сегодня буду. Понятно. Ты ее спрессовывай так. В жмут. О! Будет как раз хорошо. Да, это я не сажала в прошлом. Нет, в этом ты не сажала. Сажай. У нас, видишь, как станет. Ты ряд делаешь снаружи, а мы все ряды делали внутри. Так же удобнее. Края, снизу. И посередине. А у вас? А так просто им и места больше. Им развернуться нежели. И дальше они только друг от друга. Ну, не знаю. А значит, хороших крупнее. Ну, посмотрим. Вот ведерки с удобрением. Те, что мы делали, мы уже одну взяли. А там эта сосновая иголка стоит, что мы... Пусти, Борю, Саша. Что мы собирали с парнями в лесу. И вот сегодня Танюша уже полила нашу рассаду в ведерках вот этим удобрением. Так что будет подкормка нашим растениям. Вот я их все сюда вынес. К бочечкам у нас на огороде. И теперь Танюша будет здесь брать и поливать, подкармливать растения. Ты сказал, как оно пахнет таким шлейфом аромата конского навоза вперемешку с... А ты думаешь, зачем я фантрубу вывел из этого? С канализацией аж на самый конек дома. Короче, он добрый нет. Чтоб тут не пахало такими шлейфами. Круто. Понятно. У меня пахнет, у меня язык не поворачивается. У меня вопрос. Ты чем дырки для этого делал? Видишь, что у меня? Вот так пальцем. А мне нужно что-нибудь, палочка какая-то или что? Именно фаланга большого пальца. Не, мне этим неудобно. Мне пока-нибудь... А как ты будешь сантиметр отмечать? А я до определенного этого... Штрикивать или как это правильно. Ты чего тут делаешь? Давай, перерос у нас горошек. Давай, бросай. Вот здесь нету. А, здесь есть. Вот сюда давай бросай. Куда? Не, 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 не. Помнишь, я тебе говорила? Вот за хвостик берешь вот так? Да. Вот так. Давай, бери. Берешь за вот эту... Маленький. Да. Нет, ты так хвостик только не ломай. Ты так прям сильно за него берешь. Нет, так ему все будет. Он же смотри, как придавил. Вот ты, видишь, его поломал. Так нельзя. Смотрите, а то вы тут насадите сейчас. Аккуратненько. Давай ты просто будешь маме песню петь. Давай. Нет, ты его так мнешь. Нельзя его так. Его нужно аккуратненько. Давай. Ты подавай, а мама будет сажать. Наконец-то пришло время мульчевания тем, что мы с парнями собирали иголочками. Да, заросло все. Теперь давай делать надо, надо. Это что такое? Мака. Это ты много сорняков сорвал? Да. Ты маме помогаешь? Да, помогаешь. Мама там клубничку прорывает. Ай, мама наша молодец. И ты молодец. Ну беги маме помогай. Беги. Вот молодец. Да, высокие вот такие рви. Правильно. Туда дальше немножко пройди. Уже комары появляются. Надо уже заканчивать, дойти домой. О, ты умничка. Помощник мамы. Еще. Ку-ку. Ку-ку. Сына. Ку-ку. Танцор маленький. Аккуратненько только. Хорошо. Смотри под ножки. Делаем теплички. Восстанавливаем. Как бы эту сторону глухую сделаем. На следующий год будет совершенно все другое. А в этом году надо как-то выходить с этого положения. Потому что солнечная сторона. Вот это все. Вот тут, где было под солнцем нормально. А вот тут, где было сверху, вот идет. Оно полностью разрушается. Потом ультрафиолетным. Вот нам хватило на два года. Соответственно, сейчас более-менее легким агроволокном закроем здесь. Чтобы у нас все работало в этом году. Та сторона более-менее держится. Будем через ту сторону заходить. И с той стороны будем обрабатывать грядку. А сейчас вот агроволокном закрою тут. И тут и буду готовить грядки с помидорами. 26 число, вторник, ребята. Продолжаем посадки на огороде. И вот мы купили рассаду, хотела сказать, клубники, капусты. Это цветная и брокколи. Не знаю, какая здесь какая. Потом посмотрим. Боря купил, посоветовала продавец табачную пыль. Говорит, чтобы мушка не заедала. При посадке прям под... Короче, сейчас покажем. От всяких штучек. Прям при посадке бросать в луночку. Нет. Поверх. Посыпать. Ну, поверх, поверх, да. Я имею в виду поверх земли. Да, да, да. Под капусточкой, под каждой. Что-то мне холодно. Слушай. Так было жарко же днем. Сейчас так холодно. Сейчас 25. Солнышко спряталось. Солнце спряталось и ветер. Пойду покажу вам немножко на огороде. Потому что я показывала в стриме. Жизнь за кадром. Но немножко еще вам покажу. Клубничка. Клубничка у нас уродила так себе. Ну, как так себе. Вымерзла. Видно, очень много не прижилась. Потому что мы ее сажали, я помню, очень поздно, насколько я помню. Сажали с надеждой, что хоть что-то рассадить и выжила. Но примерно, ну, нормально, в принципе, она выжила. Потому что мы всю мелкую я рассадила на 4 грядки. У нас было 2 грядки. Вот на 4 рассадила. Я ее прикрыла этой хвоей. Я показывала, да. И теперь она уже у нас цветет. Будет у нас клубничка. Ее будет мало, но я ее рассажу. И новые кустики еще дадут урожай. В этом году, по идее, первый раз. Посмотрим, в общем, что из этого получится. Вот коты, проказники, которые мне мешают семена выращивать. Вот у нас повылазили огурчики. Начали вылазить. Которые мы посадили. Вот сколько времени прошло. Да, вот здесь вообще хорошенький, большой. Вот такой огурчик. А в теплице еще побольше огурчики. Уже не пойду сейчас показывать. Вот там мы капусту посадили, но она пока не лезет. И Боречка нам грядки подготовил под капусту. И сейчас мы их будем засаживать. Вот эти все грядки, что прикрыты, это под капусту. Так. А вот здесь, я же не показывала, наверное, тогда еще. Мы посадили уже, знаете, посадили здесь кукурузу и горошек. Здесь кукуруза у нас посажена. А на тех грядках на дальних там горошек, а вот там морковка. Но что-то морковка у нас в этом году не сходит. Пересеивать не особо хочется. Хотя, наверное, придется пересеивать. А может вот зашла. Вот вроде бы зашла морковка. Точно, вроде бы зашла. Но я еще не уверена. Посмотрим чуть попозже. Потому что плохо понятно. Но вроде бы морковка посходила. Маленькие такие листочки. Сложно сейчас определить, пока подрастет. Посмотрим. Если что, будем пересаживать, пересеивать. Вообще, это такой регион, что приходится здесь иногда и по 3, и по 4 раза пересеивать. Я общаюсь с местными жителями. Говорят, морковка всходит, конечно, плохо. Приходится ее пересеять, пересеять и пересеивать. Вот здесь вообще не вижу на этой грядке морковки. Это мы разные сорта сажали везде. А здесь тоже сейчас посмотрим. Здесь масса сорняков. О, здесь вроде тоже морковка взошла. Между сорняками. Вот морковка. Вот это сорняки. Ну, посмотрим чуть-чуть. Пускай она подрастет, чтобы было точно видно. В общем, здесь мы горошек сажали. Пока не вижу горошка. О, есть горошек. Боря горошек начал сходить. Вот наш горошек. Смотрите. Вот горошек и вот горошек. Видите, начал сходить горошек. Ой, везде-везде по всей грядке горошек начал сходить. Вот это первая грядка вообще класс. Повсходила Боречка. Вот. Ну что, принимаемся за посадки. Сегодня Боря потравил у нас огород. Ну, между ряди. Потравил крапиву, потравил те растения, которые гадостные, которые распространяются, расползаются. А, и починил. А сколько ты тепличек починил уже до конца? Немножко ты с ним... А? Обе? А вот это последнее крайнее? А, та починила уже. Тут просто открыто или что? Там, где огурчики у нас. Ну вот, одна закрыта, а вторая открыта почему-то. Да, она открыта. А, просто открыта, да? А так? Нет, она... Я ее закрыла, чтобы не ставила, там нормально. Ну, короче, сейчас пойду покажу. Вот с этой стороны, получается, он наглухо забил. Да, Боря? Наглухо тоже забил? Там, где порвалось. Да, да. Там, где порвалось, наглухо забил. Вот на ту сторону, где падал свет. Ну, солнце. Вот здесь наглухо забито. А с этой стороны можно открывать. С этой стороны открыты. Видите, вот они. Но здесь мы еще не сажали. Здесь у нас помидоры будут. Сюда будем пересаживать. И с этой стороны открывается. Здесь тоже нормально было. Здесь нормально было. А, так ты не сделал четвертую, Борь. Четвертую не сделал папа у нас. Конечно. Конечно, она была забить. Четвертую не сделал, папа. Здесь у нас должны огурчики были взойти, он говорил. Сейчас посмотрим. Ой, какие горячие бутылки вообще. Боря, бутылки вообще горячие-горячие. Смотрите огурчики. Так. Короче, не буду я лазить по всей грядке, но сама суть. Вот огурчики посходили. Боря, копьеносец. Посмотрите, что вытворяет. Нет, это я на рыбалку собрался. Ты на рыбалку собрался. Смотрите, какая у него методика. Подальше, к краю. И здесь три получается. Вот здесь одну, здесь одну и здесь одну примерно. По семь лунок с каждой стороны и по серединке шесть. И получится у нас 20 капусточек на одну грядку, так как мы рассчитывали. Боря мне делает лунки, а я сейчас буду туда сажать капусточку. Так? Да. Три нужно. И тут сколько? Две? Еще две, да. Раз и два, да? Да, 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 равномерно. Вот так и будем отталкиваться. Делать одну по серединке и три по бокам. Получается семь. И от них уже будем отталкиваться. Как его разрывать? Да и дожились. Я такая голодная, сейчас буду это есть. Табачную пыль. Табак буду ее. Ага, сейчас чихать начни. Я аж чих-чуть. Потихонечку уже. Она такая вкусная сначала, этот запах такой, типа сладко такой, вкусно-притерный, а потом начинает все в носу. Ну что? Сею, сею, посеваю, с новым роком восхитаю. На счастье, на здоровье, на новый риг. Короче, понесло бровченко навеки. Посыпем немножечко табачком. Мы-то не раз так не делали. Честно, ложка у нас особо не заедала никогда. Сколько здесь выращиваем. В Украине заедало, здесь нет. Но Борю что-то попугали, короче. Не попугали, а сказали посыпать, потому что будет бложка. Я говорю, хорошо, табачная пыль, это экологически чистый продукт. Почему не посыпать? И мы решили в этом году сеять, сеять, посевать. С Новым годом всех поздравлять. Почему бы и нет? Нужно даже по ней сыпать. Сыпь по ней. Да? Ну, типа шеплет. Надеюсь, она же не умрет под нее. Нет. Сразу не сняли, как капусту посадили дождь. И мы быстро домой убегали. И потом шли дожди, дожди, дожди. Вот это вышли после дождей. Ветра у нас такие были, что просто в городе деревья ломало. Вот. Вот так вот капуста прижилась. Вы знаете, посыпала я капусту на это, вернее, ой, как же это его? Табак на листья попало. Где попало, видите, пожелтело. Нельзя, чтобы на листья табак попадал. Хотя на многих нормально все. Видите, здесь нормально. А здесь вот тоже пожелтели. Скорее всего, от табака. Есть такая догадка. В общем, не буду на листья сыпать больше, чтобы попадало. А так нормально все поприживалось. Есть, говорит Боря, штук 20. Из 140 штук 20 не прижились. Будем менять их. Глаза сыхали. Да, сына? Да. Мы будем на этом видео заканчивать. Семечки. Ты семечки ешь? Ага. А нельзя со шкарлупой семечки есть? А ну, выплевывай, быстренько. Да, нельзя. Чистить надо семечки. Но-но-но. Так что, короче, с капустой мы закончили. И будем дальше продолжать посадки. Уже в следующем видео увидите. Пока-пока, ребят. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok